Активный летний сезон обострил проблему пробок, особенно в Лазаревском районе. С увеличением потока туристов, которые приехали на собственном транспорте, на Мамайском перевале введено реверсное движение. Утром открыты две полосы на въезд к городу, а вечером наоборот. Дорожная транспортная установка в городе Сочи на текущий момент остается крайне сложной. В настоящее время разговор летнего сезона несколько раз увеличивается. Интересность дорожного движения. Нам на Мамайском перевале нужна еще одна полоса движения. Чтобы постоянно было две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. То есть наше обращение на сегодняшний день, федеральное агентство дорожного движения, о том, чтобы еще одна полоса была там построена, оно уже принято. И уже идут проектные работы. В поселках Лао и Бордане назрело необходимое строительство надземных и подземных пешеходных переходов. Они появятся к следующему лету. Пока же казаки организуют переходы людей через федеральную трассу. Депутаты настаивают, все курортные дороги должны быть доступны для проезда. Всего по Лазаревскому району будет пять построенных пешеходных переходов на следующий год. Сейчас ГИБДД занимается новой схемой дорожного движения с возможной заменой знаков и разметок. Сегодня этот вопрос очень важный. Мы специально вынесли и вы видели. Мы указали просто. И уже спора не было. Правильно мы определили точки первоочередные по нашему городу. Когда мы увидели сами реально на видеоматериале, который сегодня на сессии просматривался. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.